друзья добрый день ну как и видели вы вы наш анонс мы сегодняшний эфир посвятим ответом на вопросы на вопросы я сейчас пытаюсь отключить комментарии но у меня вот я выключу комментарии без обиды почему я отключила комментарии на самом деле вы набросали очень-очень может много вопросов и если я дам приоритет тем кто это сделал заранее написал и ждет ответ поэтому будете вы писать не будете я ваши вопросы уже не увижу никогда потому что вы знаете как устроен сегодняшний аккаунт как только я буду сохранять эфир все исчезнет если у нас останется время я включу комментарии в конце посмотрю еще дополнительные вопросы потому что я думаю что это будет очень справедливо сначала ответить в порядке очереди пока идет подключение а подключение других наших подписчиков я просто сделаю маленькое объявление касающиеся но вот наших текущих моментов относительно каталога значит второй тираж уже подошел к финишу и третий тираж каталога по гортензе мы заказывать не будем потому что мы уже сейчас вошли в сезон и отвлекаться на рассылки ну просто нету такой возможности возможно мы вернемся на эту допечатку но я скажу для тех кто не успел купить и как бы такое желание возникает у нас очень много каталогов закупила закупили фирмы которые будут тоже продавать в розницу я уже об этом говорила цена не будет отличаться от нашей самое ближайшее время мы сделаем отдельный закрепленный stories для того чтобы вы могли увидеть где можно купить сразу вам скажу специализированный интернет магазин книжный гриф бук всегда можете найти аккаунт заказать еще торговый дом гридина знаете да тоже будет продавать наши каталоги но дальше я должна спрашивать разрешение для тех я знаю кто купил много 50 100 или 200 экземпляров у нас есть фирма которая закупила 500 то есть они будут продажи но я должна спросить разрешение чтобы не навязать нечаянно свою услугу и еще два слова скажу про каталог я получила несколько писем не знаю 34 может быть да это немного но когда люди пишут что ну как же так каталог то его надо бесплатно по нему заказывают растения нет ребята вот вот я просто неправильно и может быть название поставил у нас не совсем каталог у нас все-таки книга в которой сделано может быть впервые классификация гортензии в которой есть нюансы технологические моменты исторические моменты и в принципе это не каталог а эта книга о гортензии поэтому она и продается они рассылаются если вы видели каталоги для заказов то там почти газетная бумага хотя и цветные картинки и краткое описание просто что это из себя представляет без каких-то технологических особенностей и каким образом это использовать в ландшафте а сейчас я приступаю к вопросам я постараюсь и вопросы ваши немножко структурировать да вот как бы мне помогли мои помощники объединить сразу скажу что отвечать на вопросы технологии это не относится к теме сегодняшнего сегодняшнего эфира хотя я буду касаться некоторых моментов но вы поймете почему я не буду раскрывать эти вопросы просто в силу того что это фантастически мало времени один час прямого эфира и ответить ну задача стоит как минимум осветить хотя бы 30 вопросов значит главное с чего я начну это вопрос касаемой земли земля для питомника это как фундамент для для здания да поэтому вот этот вопрос конечно очень очень важный выбор земли и и обработка и и подготовка поэтому вот я вам буду зачитывать вопросы на которые буду отвечать все выбираем сейчас землю в деревне чтобы была минимальная избушка вода газ правильно ли это да конечно правильно вы же после понимать и хотя бы минимальная инфраструктура она конечно вам поможет быстро стартануть это в идеале это конечно правильно или можно выбирать чистое поле и чистое поле тоже можно выбирать все зависит от вашего кошелька потому что когда вы придете в чистое поле вам даже придется поставить хотя бы бытовку да если будут поливные поля в ближайшее время протянуть линию электричества это тоже надо учитывать потому что вы никак не достанете воду а вот поэтому чем лучше инфраструктура тем быстрее вы стартанете а теперь вопрос с поливом как его организовать да но это как бы отдельная я тоже сейчас в рамках этого эфира не смогу вам дать проект полива и он индивидуальный для каждого но я вам рассказывала что ряд культур можно выращивать методом сухого полива кому это интересно посмотрите предыдущий эфир там ничего сложного а за исключением многолетних цветов многолетние цветы ряд культур мне удавалось выращивать методом сухого полива и я даже этим сейчас пользуюсь например такие культуры как все думы такие культуры как астра это спокойно можно выращивать все вот таким сухим поливом но есть культуры которые как хоста без полива ничего не получится поэтому этот вопрос нужно учитывать как выбрать и подобрать земельный участок но тут не их объединили да я уже сказала конечно если есть минимальная инфраструктура обязательно подъезд к витомнику конечно возможность или наличие или возможность протянуть электричество вот это как бы обязательно сделать колодец выкопать скважину сделать пруд это реально но какой-то минимальная инфраструктура она бы не помешала вот еще вопрос ищем земли уже полгода под питомник около трассы чтобы был трафик но ничего не можем подобрать либо очень дорого или земля из х1 значит сразу скажу ну да то что дорого я вам здесь никаких советов не дам действительно сейчас стоимость участков она оценивается вот именно с точки зрения этих факторов чем ближе к населенному крупному пункту тех чем лучше развита инфраструктура конечно эта земля будет дороже как я вам могу посоветовать это все зависит от ваших финансовых возможностей а вот то что земля из х1 вот это не самое страшное ее можно перевести в другую категорию из х2 из х3 сегодня это стало немножко забюрократен а потому что мы раньше как бы не задумывались над этим вопросом у меня тоже этот вопрос вставал но я это сделала два года назад и эта процедура была очень-очень и не сложной сегодня немножко забюрократилась но это вполне реально и это можно оформить но я так думаю все зависит от вашей администрации это можно сделать от трех месяцев до шести месяцев и вы можете перевести в другую категорию то есть это не самое страшное в полях где нет дорог и далеко и далеко вариантов много но нам нужен сбыт растений мы боимся чем дальше у нас будет питомник от дороги тем сложнее его раскручивать так ли это но вот смотрите да это так то есть речь не идет о какой-то крупной федеральной трассе на самом деле опять буду говорить о нас потому что у меня до этого была фирма до питомника была фирма в москве 12 лет садовые центры и когда мы уехали сюда в деревню мне все говорили крутили пальцем у виска что я делаю я не смогу раскрутить питомник потому что мы уехали хотя этой московская область но тем не менее богом забытое место да у нас глухая деревня тут одна улица всего несколько жилых домов и летом приезжают дачники поэтому здесь нет ни магазина ни почты никакой цивилизации но а дорога у нас есть да да это не федеральная трасса но к питомнику есть хороший подъезд на дорогах как бы я не знаю какой категории этих дорог нормальная обычная дорога а вот на самом деле я знаю что у меня есть коллеги знакомые уже довольно успешно и много лет работают я не буду называть питомник в рязанской области но у них вот нет дороги 5 километров от асфальта это очень мучительный процесс иногда в распутницу приезжают клиенты и даже на загрузку они выгоняют тяжелый трактор встречают его на трассе и тащим трактором в питомник для того чтобы загрузить машину а если это не крупномерные небольшие загрузки то вывозят на дорогу процесс очень мучительный но а питомнику это не мешает продвигаться и зарабатывать и продавать продукцию конечно это плохо поэтому дорога конечно нужно хотя бы подъезд к питомнику хотя бы вы могли на твердом покрытие принять клиента загрузить и так далее но у нас вот мне не очень повезло мне не досталось поле одним массивом я безумно завидую кого там неважно сколько 20 гектар 50 гектар и они одним массивом это в одном месте питомник у меня увы нет у меня фактически шесть полей единственное что они находятся довольно близко друг от друга самое дальнее поле но это примерно 800 метров да и поля разбросана вокруг всей деревни так вот дорога только по деревне как мы выходили из положения конечно это как это но я не знаю сколько миллионов надо зарыть чтобы построить дороги мы выходили из положения таким образом до поля тоже надо доехать пусть даже не клиенту нам нам нужно доехать для того чтобы мы выкопали материал мы приготовили нам надо его с поля вывести на основную базу и в распутицу бывает трактор с трудом проходит мы выходили из положения мы строили сами дороги мы делали вот такие углубления покупали конечно много покупали строили постепенно такие дороги покупали битый кирпич и засыпали вот эти углубления битым кирпичом у нас получились твердые покрытия вот так мы вышли из положения это как бы самый самый дешевый вариант но без дорог никуда не денешься и межквартальные дороги это конечно они грунтовые на полях питомника а подъезды к этим поле полям именно сделано вот с таким примитивным дешевым но довольно удобным твердым покрытием потому что этот кирпич уже закатался улежался его даже не видно и внешне выглядит как твердое покрытие грунтовой дороги в любую погоду мы можем заехать на поле а вот относительно сбыта растениям если вы находитесь в глубинке это вообще не вопрос это я даже очень долго не хочу обсуждать потому что сегодняшние возможности они просто сумасшедшие потому что море площадок для продвижения вашего товара и самое главное вот что я для себя поняла да мы в такой глубине глуши если ты дашь соответствие цены и качества к тебе поедут хоть на край света вот этот вопрос очень важный чтобы было хорошее качество растений чтобы была вменяемая цена и конечно репутация перед клиентами клиента наращиваешь бывает годами можно потерять репутацию буквально не то что за один день а за два часа до всяко бывает потому что идеала нет и даже супер современных европейских питомниках бывает такой такое понятие как человеческий фактор но тем не менее вопрос должен решаться всегда в пользу клиента и если дашь соответствующий набор услуг для клиента если дашь качество растений вменяемую цену то меня сегодня этот вопрос удаленности от каких-то более-менее больших точек у меня совершенно не волнует и мы работаем сегодня по всей россии у меня есть клиенты и на сахалине на камчатке на дальнем востоке и красноярский край фактически все регионы россии и я многих клиентов работаю уже с кем-то 5 лет с кем-то 4 года с кем-то 6 лет до сих пор еще не встречалась и не виделась тем не менее мы успешно работаем и это не мешает никакой удаленности понимаете говорить об удаленности от населенного пункта в 50 километров смешно или в 100 когда у нас расстояние по россии в тысячи километров и это не мешает продвигать и продавать товар вот так что бояться этого не надо дороге конечно нужны подумайте потому что одно дело сделать такую дорогу как я вам рассказала до полей и совсем другое дело сделать несколько километров дорог от какой-то федеральной трассы тут наверное я бы задумалась так потому что это действительно реально будет дорого следующий вопрос касающийся земли сколько нужно минимум земли чтобы уже задуматься о питомнике ну понимаете питомник это производство да и говорить о том что это производство конечно я наверное назову цифру ну хотя бы 5-10 гектар да тогда я как бы буду считать а вот полноценное производство полноценное хозяйство но мы ведем с вами речь о другом можно ли зарабатывать на небольшом клочке земли я в прошлом эфире говорила да можно у меня здесь был вопрос может быть и и он дальше будет но я забегу вперед а можно ли на 5 сотка да можно ребята но я не знаю но пусть это будет не питомник можно заработать на 5 сотках да конечно я тоже это неоднократно вам озвучивала этот вопрос и в эфире и много раз говорила просто вы подбираете что на такой крохотной площади делать у многих очень есть и 30 40 соток и 50 либо это будет монокультура какая-то либо это будут сеянцы либо это ну хлысты когда я говорила вам это тоже фактически сеянцы и либо вот какая-то монокультура но если мы говорим о сеянцах то конечно ассортимент нужно дать хотя бы ну 7 10 наименований либо это могут быть укорененные черенки потому что вот смотрите просто вы как бы считайте сами до мультиплата на одном квадратном метре будет размещаться 4 мультиплата мультиплат те 100 черенков но пусть берем худший вариант если у вас произойдет укоренение 60 70 штук вот посчитайте 7 4 28 280 черенков с квадратного метра цены я вам озвучивала какие сложились на рынке вот и посчитайте ваш доход будет зависеть от того какую вы теплицу построить и потому что в идеале конечно если у вас есть возможность энергоносителей у нас их нет я говорила мы в весенних теплицах размножаем но те у кого есть зимние теплицы это вообще можно делать по а древеснее по древесным растениям ну минимум два оборота а я бы наверное даже три сделала по многолетним цветам даже мы в пленочном делаем 3-4 оборота вот и пожалуйста съем рубля с квадратного метра посчитайте сами кстати вот об этих расчетах я просто сейчас маленькое отступление знаете меня немножко напрягают вот вопросы вот просто дай человеку и все пиши дай готовую таблетку так вот мои все выступления эфиры направлены не на то чтобы вас накормить рыбой это очень благородно вот голодного человека взял пожарил ему рыбу накормил и вот человек счастлив сын но это всего короткий период времени а моя задача а научить ловить рыбу вот это будет навсегда вы будете сыты поэтому вот я пытаюсь каждый раз объяснять таким образом чтобы вы задумывались и начинали считать сами и знаете когда вот прошлый эфир неделю назад вышел а и вот как бы собрала ваши вопросы ну половина вопросов на которые отвечать не хочется иногда хочется спросить люди вообще слушали или люди вы меня слышите и всего-навсего одна моя подписчица романова она мне прислала она по этому эфиру сделала конспект знаете я сама обалдела потому что там же были вопросы и я перекопили перепрыгивала пири перестраивалась на вопросы с тему на тему прыгала она смогла это структурировать сделать конспект я сама не ожидала что я в прошлом эфире дала готовый скелет бизнес-план просто довольно качественного бизнес-план вот человек послушал человек все это структурировал записал все вот я знаю что там толк будет и у них обязательно все получится если они будут развивать питомник дальше возвращаемся опять к почве почему я почве так уделяю много внимания потому что это очень очень важный момент поэтому поэтому если вы не подойдете серьезно почве вы потом вытяните все все будет но вы наступите на такие грабли столько потеряете денег и и на большое время время откиньте себя назад поэтому это самое серьезное самый серьезный вопрос обязательно подготовка и обработка почвы поэтому я дальше при подхожу к вопросам если почва дернова подзолистая изначало изначально была мысль вообще снять верхний слой значит но тут он длинный вопрос здесь я его буду по частям отвечать значит смотрите заочно отвечать на вопросы у кого что это дело неблагодарное в любом случае какое-то необходимое обследование почвы обязательно сделайте просто поймите с чем вы имеете дело поэтому рекомендовать они или не рекомендовать снимать верхний слой я не могу я не знаю но тем не менее дернова подзолистая почва это не самый лучший вариант далеко не самый лучший вариант если она у вас на поверхности опять же это очень условные рекомендации потому что я не знаю подробностей и деталей того что вы имеете поэтому я буду вам советовать сделать рекультивацию этого участка а и вы на первом этапе вложитесь но зато потом вы много-много раз это столица вам окупится что такое рекультивация это обработка почвы и это внесение плодородного какого-то субстрата что это может быть это может быть навоз перепревший это если не перепревшие то там просто нужно будет вы посмотрите много литературы есть каким образом на какую глубину делать его заделку значит это может быть навоз это может быть верховой торф это может быть перегной это может быть компостная земля и так далее а вот да для того чтобы получить эффект в принципе вот органики на такие почвы требуется немало примерно 500 кубов на гектар и у меня тоже очень плохие почвы очень там содержание гумуса даже не дотягивает до одного процента поэтому плодородием мы регулярно занимаемся и севооборот полей вводим и рекультивацию тоже делаем но у нас не не получается целиком поле вывести из оборота но хотя бы выделяем какие-то карты и делаем рекультивацию хотя бы раз ну хорошо бы раз три года у меня не получается хотя бы раз пять лет я покупаю навоз буртую мы все ополки собираем делаем компостные текучий все перегнивает и мы потом вносим в эту почву а вот поэтому дерново-зи подзолистая почва это конечно не самый лучший вариант для питомника и когда вы начинаете питомник обязательно учитывать тип почвы это одна отдельная большая тема отдельная большая лекция и я раскрыть и в рамках 15 минут этого не смогу но просто вот такие какие-то моменты основные тяжелые почвы нуждаются в уменьшении связности а легкие в повышение связности тяжелые почвы им нужно повысить содержание воздуха проницаемость для воды легкие почвы их надо обязательно делать более плодородными повышение содержания гумуса и регулирование содержания воды поглотительной способности потому что это тоже играет большую роль когда вы будете поливать поливать один вода будет вся уходить и не будет достигать корней значит три основные приемы которые вам нужно знать и я вообще вам советую если вы заходите на новую землю которая еще не обрабатывалась ну не делая я тоже сделала небольшую ошибку когда мы пришли и вот самый первый год вот уже у нас был задел каких-то растений до один кусочек в два гектара не мне некуда было деть растения я не про права высадила да в итоге в конечном итоге ничего не получилось мы просто потеряли деньги потому что пытались ухаживать за этими растениями пытались это как-то вытянуть ничего не получилось я когда посчитала оказалось дешевле просто запахать поэтому хотя бы один год и я рекомендую черный пар а если есть такая возможность то хотя бы два года новую землю подготовить черный пар и потом сидираты для увели особенно на бедных почвах так вот приема и три основных приема то вспашка с оборотом пласта это я думаю что этот прием во всем очень знакомый потому что многие наблюдали как в деревне обрабатывают почву убрали картофель убрали урожай что делают глубокую перекопку почты почвы на штык или на полтора штыка лопаты вот все а то есть люди вот еще древние крестьяне они все знали что без этого ты на следующий год не получишь урожай поэтому осенняя вспашка с оборотом пласта для подготовки почвы это обязательно рыхление перемешивания а второй прием и рыхление пели и перемешивание без оборота пласта и уплотнение почвы питомниках колоссальное значение имеет глубокая вспашка колоссальное значение и самое главное здесь опять вам нужно знать какой тип у вас почвы если вас почва однообразно до больших глубин такие почвы они обычно на черноземе то углубление пахотного слоя можно производить сразу это на глубину 25-30 и больше сантиметров это дает очень хорошие результаты а вот или хорошие результаты глубокая вспашка дает когда идет быстрое углубление на глубине почвы лежат разные слои с противоположным механическим составом например слой песка слой глины это тоже для этого годится но вот если у вас почва совершенно беструктурная а подзолы о которых я говорила содержит себе ядовитые соединения обладает кислой реакцией вот здесь пахоту производить осторожно то есть только для до того слоя где находится вот эти вот подзолистые почвы и тогда уже рыхлите почву углубителем без выворачивания наружу видите то есть я всего говорила каких-то 10 минут и вот столько нюансов поэтому лекцию на эту тему я сегодня читать не буду потому что это действительно большая тема но я заострила внимание на вот этих нюансов которые очень-очень важны очень важны и знаете я может быть и сама буду перескакивать от вопросов у меня очень много было вопросов а какую посоветуете литературу а вот как раз вариант вот смотрите содержание почвы в садах вот это моя любимая книга любимая книга автор рубин это ну я вообще люблю очень старые книги же самые-самые классные это издательство сельскохозяйственной лита литературы москва 1954 год вот эта книга если вы ее где-нибудь найдете это моя настольная книга это вообще как бы клондайк по работе с почвами то есть сегодня при всей вот этой современной техники я вообще не встречала кто бы закладывал такие опыты тут в этой книге просто чудеса почти без всяких удобрений можно из растений вытягивать вообще там сумасшедшие то есть не тратится на какие-то сумасшедшие удобрения супер современные которые как бы для ленивых всего-навсего грамотно содержать и обрабатывать почву и получаете эффект не хуже чем от дорогостоящих удобрений вот это я вам очень советую найти можно ли найти эту книгу или нет я не знаю вообще как грубин он а потом уже был как бы ну попали в какой-то но много-много лет посвятил именно вопросом обработки почвы когда открываешь эту книгу вот эти его опыты то есть он учитывал вообще все факторы какая была погода в этом году какая в этом то есть ну ну я не знаю это вот клондайк знаний да вот но на самом деле книг по обработке почвы много можно вот это все в доступе это можно очень много литературы по содержанию почвы в садах в советском союзе было развиты питомники по производству плодовых и ягодных культур и много учебников много литературы и такое тоже можно найти вот это как раз и без проблем и даже можно найти в более современных учебниках там конечно слабее и хуже материал но если вы возьмете хотя бы восьмидесятые годы то это будет очень очень неплохо дальше продолжаем про почву как разрабатывать такую почву весной вот здесь имеется ввиду новую и возможно ли закладка маточника осенью да я же вам сказала да вы можете обрабатывать почву то есть это и есть по черным парам и спокойно маточник осенью уже можете заложить как правильно и чем подготовить поле под посадку растений как его обрабатывать и удобрить но как правильно и чем подготовить это целый шлифт на весного оборудования это очень большая тема на которую я не смогу вам раскрыть конечно нужны и плуги и брук бороны и дисковая барана и тоже тоже как бы вот содержание почвы в саду да но я наверное знаете почему вам эту литературу рекомендую я ведь заканчивала темирязевскую академию факультет плодфак поэтому у меня с тех пор очень большая библиотека на эту тему конечно но меня эта литература а какая разница такое растение выращивается на меня и по сей день выручает поэтому я то что знаю то и говорю хотя наверняка можно найти на другие те темы она обрабатывается удобрять ну и ребята извините это уже технологический процесс возделывание целины подготовка земли посадкам я думаю что я ответила на этот вопрос у нас вот нам досталось фактически целина на которую мы приехали работать она никогда не была пахотной то есть а это изначально была целина и мы как раз этим занимались то есть это обычные приемы сначала дискуете потом пашите и такие почвы целину я советую вам начинать обрабатывать осенью потому что вы решите сразу много проблем обрабатывая осенью глубокая спашка еще решает вопрос вышибает много сорняков междуряди какие размеры под какие культуры вот здесь тоже однозначного ответа нет какие делать междуряди это в первую очередь зависит какую вы выбрали технологию выращивания а если вы двухлетний трехлетний четырехлетний цикл если у вас пойдут деревья на крупномер то междуряди могут быть от полутора до трех метров почему такое расстояние потому что выкопка с комом большим до должно быть расстояние для прохода выкопочной машины сейчас появились мощные машины не такие широкие и даже деревья выращивают на междуряди и два метра и полтора метра то есть для разворота техники что касается более такого короткого цикла выращивания вы выбираете междуряди под свою технику поэтому у нас тоже были разные схемы когда мы пришли в питомник конечно у нас денег было фантастически мало и мы просто купили какие-то культиваторы или и бушные и какие-то в общем-то недорогие отечественные и под них уже строили схему посадки вначале у нас на кустарниках было междуряди полтора метра то есть это зависело от культиватора они от самого типа растения а мы еще в начале ну хватали за все и я тоже неоднократно рассказывала и даже пытались выращивать деревья вот на деревьях было междуряди три метра а дальше как бы мы поняли что такие гигантские объемы земли и прополки это сложно и знаете мне тоже задают вопрос у нас питомники 129 гектар но у меня возделывается гораздо меньше сейчас где-то порядка 70 ну может быть около 80 гектар потому что ну а там землю просто скашиваем обрабатываем потому что мы поняли это очень тяжело так содержать и те культуры которые выращивали они спокойно растут на других схемах посадки потом на следующий ну через какое-то мы купили культиватор и сделали междуряди 70 сантиметров между рядами да то есть вот представьте себе если у вас междуряди полтора метра на 1 гектар кустарников размещается примерно 12000 12-13000 а вот вы уменьшаете междуряди и вы в два раза увеличиваете выход с гектара а сегодня вы знаете нашу технологию супер интенсивную и у нас на гектар высаживается до 80 90 тысяч растений вот вам и почувствуете разницу почему мне уже не нужно столько земли то есть я имею больше урожай при другой технологии но эта технология годится только для одногодичного способа выращивания то есть мы выращиваем до клетки поэтому это не годится для крупномеров а вы уже выбираете сами и мы шли можете сразу выбирать если у вас финансы позволяют можете сразу продумать какая у вас будет схема какая у вас будет технологии и под нее это более правильно и под нее купить оборудование но у нас получилось наоборот у нас на что денег хватило мы купили и так вот начали работать поэтому подбирается уже ну посадкой агротехника но это тоже не вопрос для этого эфира потому что посадка вначале у нас была ручная а потом а сейчас идет посадка на посадочной машине и знаете для тех кто хочет какие-то понять моменты технологические можете прошерстить наш аккаунт и мы регулярно даем вот эти ролики как мы сажаем как мы поливаем как мы готовим растения к посадке как мы обрезаем как мы сажаем на розетку все это можно найти в нашем аккаунте просто не поленитесь полистайте ленту мы все это показываем но сегодняшняя наша технология она годится не для начинающих я не хочу подробно на ней оказаться останавливаться потому что она конечно это это тоже я вам говорила можно посмотреть и есть в открытом доступе в академии питомниководства лекции и неоднократно я проводила такие семинары и но я не 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 понимаю у нас сегодня питомник с нуля это не годится значит еще как и где можно получить знания в современных книгах по питомниководству ответов на главный вопрос и я не нашел остается только вопросы впереди идущим но я уже начала отвечать на этот вопрос и я как бы продолжу где получится я вам уже говорила да если вы хотите но бизнес не бывает без никаких вложений вот в прошлый эфир посмотрите я вам говорила где искать соответствующие материалы не даже написали что вот да в академии питомниководства выступают там уже те кто состоялся как питомника делится своим опытом но вы же ловите фишки я знаете вот у меня моя любовь я обожаю как только на появляется просвет я в каждый сезон посещаю несколько питомник я называю свои эти путешествия промышленным шпионажем и даже в салом захудалом питомники я обязательно привожу какую-то фишку то я увидела как они интересно укрепили стойку для полива то я увидела как они интересно сделали ветрозащиту и так далее вы всегда что-то увидите и точно так же в этих лекциях но не применимо многие вещи для вас ловите вот эти фишки как я вам сказала вот подписчица моя вот прослушав эфир она уловила саму главную суть да и сделала шикарный план шикарную схему бизнес-планова уже готовый все садись и работай поэтому здесь нужно будет учиться на раз мы уже коснулись обучение а дальше это интернет и это книги и без этого если вы будете рассчитывать что вам кто-то как я вначале сказала даст эту готовую рыбу вот вот меньше всего мне с такими людьми хочется иметь дело как правило из них ничего хорошего не получается почему а им лень и мы лень посидеть с книжкой посидеть с литературой значит я коснусь а это будет касаться разных тем ну уже вот я несколько книг принесла из своей библиотеки вот те кто задумает организовывать питомник да где взять такую литературу а возможно она где то есть но я вам уже сказала что я пользуюсь своей библиотекой у меня неплохая библиотека специальной литературы собирала со студенческих лет и я очень ценю и дрожу над этими книгами вообще как бы стараюсь никогда никому не давать их в руки а вот и они до сих пор я же ими пользуюсь понимаете но можно так сказать что вот все у меня уже колоссальный опыт нет нельзя и вот сразу вам будет сумасшедшая подспорье море литературы по лесным питомникам вот это ваша основа в этих это достоверная литература и и полно в интернете и когда я оценила свою библиотеку я вдруг увидела в процентном соотношении литературы по лесным питомникам у меня наверное процентов 30 до потому что ну я не знаю может быть это отрасль тогда была более продвинутой и печатали и вот если из вас кто-нибудь найдет вот такой справочник по лесным питомникам видите вот он у меня есть в закладке видите какой у меня уже весь истрепанный это моя настольная книга здесь все новосельцева автор смирнов значит издательство москва лесная промышленность 1983 год но на самом деле я видела справочники лесника более современный там тоже хорошо вот все здесь здесь организация питомника в этой книге вот в этой тут даже есть расчеты да вот а финансовые затраты но они конечно в россии в этих советских рублях там где руб 20 80 копеек и так далее но тем не менее схема здесь есть и это вот это как бы основа для начала сеянцы или те кто хочет выращивать хлысты как бы схема одна и та же вот очень рекомендую такой учебник вот на такие темы и еще наверное сегодня сейчас кто-то будет ну с иронией да ко мне относиться в какой я вам сейчас может быть даже детский сад покажу это книга государственное издательство сельхозлитературы москва 1949 год тимирязев жизнь растения вот это потрясающая книга кстати мне никакого детектива не нужно когда я иногда возвращаюсь прочтение этой книги там она настолько интересная там настолько всего много и вы знаете здесь вот смотрите вот и стебель на ботаника и отношение к свету я хочу сказать что вот эти вот до примитивной технологии и понятным доступным языком описано все тоже самое который наши сегодняшние доктора наук надувают щеки ничего толком сказать не могут вот здесь все это уже есть это все уже было и вот если сможете найти вот даже такую литературу да на казак кажется ну ну что это детский сад для школьников но там даже просто интересные его работы там просто читаешь как художественную литературу некоторые есть вставки обалденная книга я вам тоже ее буду рекомендовать конечно да у меня всех советских времен поскольку я работала в министерстве сельского хозяйства у меня много скопилось вот таких вот методических брошюрок они конечно такие я даже не стала захватывать переносить вам потому что их сегодня днем с огнем не сыщешь и я думаю когда пойду на пенсию этот материал надо будет оцифровать потому что он безумно актуальный да конечно вот смотрите технологии размножения облепихи одревесневшими черенками конечно сейчас появились современные системы полива появились всякие автоматы роботы и так далее понятно но здесь заложены основы то есть самое главное как подходить к растению чтобы это не потерять поэтому я считаю что литературу найти можно а самое сложное его я неоднократно говорила самое сложное найти литературу или информацию в интернете относительно промышленного производства многолетних цветов вот здесь немножко сложно все остальное вообще нет проблем просто анализируйте и перекладывать вот кажется до питомники а растения устроены все одинаково так же как и мы с вами люди устроены у нас есть ноги у нас есть руки у нас есть голова дамы внешне все разные также и растения у них есть корни у них есть ствол у них есть побеги листья цветки или споры и так далее все одинаково поэтому принципы одни и те же можете пользоваться любой литературой научитесь брать главное да то есть вот этот организм как только вы его понимаете а дальше уже нюансы да конечно сейчас уже появились новые удобрения новые схемы полива новая автоматика как так дальше переходим да я конечно пытаюсь вам подробнее ответить и конечно опять фантастически мало времени матрица а какое процентное соотношение различных растений должно быть матрицы для старта питомника и общий принцип составления матрицы вот подробно не буду отвечать на этот вопрос я сказала те кто для кого дорого заплатить за вебинар я делала на примере многолетних цветов это очень сложно многолетние цветы и если кто может позволить себе купить этот вебинар то там а если вы освоите цветы то декоративные кустарники и леганы это вам будет один раз плюнуть значит где у кого нет возможности это купить я прежде чем запустить этот вебинар два раза сделала пробный шаг первый раз я выступала в академии питомниководства есть в открытом доступе на канале youtube это был такой очень сырой материал потому что меня попросили рассказать о многолетних цветах о каких-то технологиях последний момент мне приходит идея рассказать тему многолетние цветы как бизнес я касаюсь вопросов о составлении производственной матрицы дальше я поняла большой интерес начала немножко улучшать эту это же где-то на ю тубе можно найти я выступала это в клубе в ландшафтном дмитрове и я сама пробовала я живу не просто вам советую я сама набрала татьяна смирнова питомник лесков у меня выскочил я не знаю на каком он там аккаунте размещен но он выскочил вот там на ужасная запись но слышно все нормально в это вот уже улучшенная версия и когда уже я выходила на платный вебинар а если план продукт платный то я уже должна его оттачивать и я там как бы разложила все виды питомников начиная от сеянцев и заканчивая по 93 голым корнем и так далее и каким образом строить такую производственную матрицу вот это можно посмотреть и как бы сейчас обсудить за пять минут нереально как составить бизнес-план чтобы учесть все нюансы ну вот я уже тоже говорила начинайте с конца что вы хотите получить что вы можете какие ваши возможности и вот в этом плане идете идете и составляете бизнес-план как вам работать работать как оплачивать труд наемных работников и за какой объем работы но это вопрос доброй воли утвержденных расценок нет и поэтому как какие правила вы у себя ведете так и будете оплачивать это зависит от региона у нас разные как бы подходы доходы и по огромной такой стране нет единого есть какие-то работы можно нормировать и оценивать их это когда вы будете составлять себе себестоимость вы разложите сколько вы будете платить и сколько человек тянет какой человека час и я тоже в каких-то не помню в каких своих выступлениях рассказывала когда мы приехали питомник и наверное год или два я работала вместе со своими рабочими и вот мой партнер наталья потому что мы хотели сами понять что можно сделать руками то есть вот они черенкует и мы садимся черенковать вот например я помню при всем при том что если мы сидим с ними у нас телефон у нас отвлекают у нас какие-то вопросы и я помню первые же наши вот результаты мы сделали там 5000 черенков а наши сотрудники сделали по полторы тысячи пока я с ними сидела я смотрела а как поставлен секатор как устроена рабочее место где идет замедление процесса ставишь руку и вас устанавливаешь норму вот мне уже не надо вешать лапшу если я делаю 5 я знаю наемный сотрудник редко какой будет тянуть эту норму но я хотя бы ему ставлю норму 3000 да вот я у просто условно и так далее и дальше вы делаете вывод но есть работы которые нормировать очень сложно поэтому здесь уже у нас идет почасовая оплата и конечно мы подвисаем на добросовестности сотрудников поэтому ты никак не оплатишь даже я даже думала когда вот идет посадка расстановка на контейнерной площадке можно нормировать нет нельзя у меня очень большая территория и от посадочной машины до места карты этой разное расстояние поэтому разное расстояние преодолеть и разное количество сделает работы поэтому здесь уже индивидуально но что касается следующего вопроса теплицы где и как приобретать туман расскажите по теплицам и что самое главное но во первых вопросы приобретение я не буду отвечать на них я сразу скажу коллеги вот я надеюсь вы меня поймете мой аккаунт создан не для того чтобы делать по площадку для продажи чужих товаров поэтому давайте так анализируйте ищите сами ответить вопрос какой такой специальный вот где приобретать туман ну то же самое понимаете но я же не могу делать площадку для продвижения других продавцов вот по теплицам но я же не специалист поэтому я могу сказать свое отношение мы пользуемся теплицами и двухслойная пленка мы ими довольно они нас устраивают но возможно есть еще и более лучшие теплицы есть поликарбонатные но мы ими не пользуемся но парники парники у нас все до сих пор а знаете у меня до сих пор вот эти парники сделанные на коленке или там череноченькие как их назвать мне иногда коллеги приезжают и говорят слушай ты такой продвинутый питомник а чё ты такие вот эти деревенские из дерева делаешь вот они показали себя очень хорошо тоже вот там где если вы посмотрите в академии питомниководства я рассказываю про одревесневшие черенкование кстати тоже не буду подробно оказаться останавливаться на закладке маточников я там уделяю отдельное отдельное внимание как закладывать маточки я рассказываю какие мы допустили ошибки как их избежать и как раз там все очень хорошо показывал как эти выглядят эти наши череночники вот дерево показала себя дало самые лучшие результаты у нас вот такие деревянные парники служат примерно от 7 до 8 лет а поскольку мы сделали модульные они поддаются ремонту и как бы генерально меняли мы их вот первые которые у нас были через десять лет сейчас у нас вторая партия пока добывает доска сгниет ну конечно если бы были руки возможности обработать от и гнили это они бы еще дольше послужили но как бы вот такой оборот примерно шесть семь восемь лет это вообще безбедно а потом а некоторые больше служат но из-за того что у нас модули этот модуль ты спокойно можешь снять вот у нас не сплошняком идет там 20 или 40 метров а модули по два метра и это поддается ремонту какие парники ставить поле как утеплять их центральной полосе чтобы оставлять на укоренение черенки в кассетах холодное время значит мы у нас ничего не утепляется черенки у нас были опыт и хранили мы просто вот на контейнерной площадке просто на фолии на земле и прекрасно хранятся ну сейчас когда мы построили много теплиц мы оставляем хранить в неотапливаемых теплицах и мы их не накрываем а накрываем только когда вот спамбондом бросали в этом году когда была температура минус 30 минус 35 ночью вот ну просто мы перестраховывались да но до этого мы не накрывали а вот и как бы мультиплата маленькая и когда выпал снег и мы прямо в теплице забрасывали черенки снегом растения в контейнерах нет мы снегом не забрасывали и можно оставлять на улице можно вчера в череночниках этих оставлять и вот мы же не в этом году в прошлом году немножко не успели все высадить поле у меня черенки которые там укоренились они так и живут сейчас в этом череночнике сейчас придет погода мы их выкопаем и высадим в поле а вот но в холодное время тут такой опрос формулирован на укоренение черенки в холодное время в холодное время они у нас не укореняются подскажите пожалуйста следующие вопросы скажите пожалуйста как платить налоги а как и п как самозанятый или есть у вас более удобные формы для небольших питомников а значит но здесь тоже вы выбираете способ платить налоги сами я могу сказать про себя что когда мы приехали сюда в питомник и фантастически было мало средств не было людей мы взяли мы зарегистрировали о хотя я буду рекомендовать и п почему о потому что у нас прописка московская условия администрация поставила регистрация здесь ну вот нам выделяют землю но условия регистрация здесь на местном уровне и поэтому и п было привязано я честно признаться не знаю как сейчас но тогда было привязано к адресу прописки и поэтому в москве я не могла стать зарегистрировать предприятием нам пришлось зарегистрировать кого вот но можно и по и поэтому мы в начале взяли систему налогообложения упрощенную 6 процентов есть еще упрощенка на 15 процентов но она для производителя не годится сразу скажу потому что она годится и хороша только для тех кто купи-продай почему я взяла эту систему налогообложения потому что первое время я сдавала декларацию сама мне не нужен был наемный бухгалтер потому что ну просто не было возможности на нанимать штат поэтому декларацию тогда сдавали один раз квартал и она не составляла никакого труда для меня полтора часа или два часа и декларация готова и отвезти в налоговую не проблема одно как только предприятие начинает набирать обороты для предприятий у которых оборот уже будет подходить там ближе к 100 миллионов уже сумма налога будет ощутима тогда сельхозналог это можно было перейти и потом сначала мы несколько лет были года три пока были слабые обороты были как упрощенка потом перешли на сельхозналог дальше что еще могу посоветовать но и по точно также может им пользоваться и сельхозналогом и упрощенкой основная система налогообложения так называемого цен для начинающих питомников это удавка которая заглушит развитие бизнеса на корню вот примерно так еще я вам в прошлом эфире касалась лпх сегодня не буду об этом повторять лпх вообще освобождены от налогов и для небольших и маленьких и начинающих это великолепная форма и конечно можно еще самозанятый у меня еще был вопрос о том что если у меня не будет лпх или ип то со мной никто не будет работать наверное будут если вы какие-то дадите такие условия но это не будет легализованный оборот потому что каким образом я смогу купить у физлица да потому что физлицу платить наличные нельзя там можно только до трех тысяч рублей нужно можно перевести на его расчетный счет и так далее но там целая головная боль конечно я тяготею к тому чтобы то есть нужно завести его лекальный бизнес да вот эти обороты а и вы думаете что если я буду работать с вами как с физлицом не надо платить налоги надо потому что тогда я буду заключать с вами договор и и сама буду удерживать подоходный налог да поэтому вы все равно его заплатите потому что я сегодня скоро будет принят такой закон что даже на контрагента ответственность ложится и конечно я изредка особенно вначале работала с физлицами но я сразу подписывала договора я при выплате какой-то суммы сразу удерживала подоходный налог отправляла в бюджет да то есть человек получал за минусом вот и считайте 13 процентов вам заплатить или 6 что вам выгоднее конечно выгоднее зарегистрировать и по страхованию бизнесе страхование бизнес и риски это очень сложный вопрос я даже не могу с вам на него ответить я не владею потому что риски и страхование вот только вот вот извините вот здесь мозгах поэтому сосис просчитываешь учитываешь и минимизируешь какие-то свои убытки с вопросом страхования я однажды столкнулась лет пять назад мы пробовали брать кредит тоже не под какие-то обязательства о а вот товар в обороте и у меня банк потребовал застраховаться вы знаете билась билась провела переговоры с тремя страховыми компаниями с растениями тогда может быть час уже наладилась то за но с растениями тогда мне ничего не удалось либо эти были какие-то сумасшедшие цифры что мне уже никакого бизнеса не хватит либо мы не нашли как какой-то консенсус и не смогли договориться поэтому страхуйте себя сами размножение подскажите семенной способ размножения многолетников эффективен да если у вас есть теплицы у меня когда мы начинали первые шаги делать мы семенное размножение тоже делали в питомнике но у нас теплицы даже тогда не было поэтому просто сеяли в грядке тупо сеяли в расход там со семян сумасшедший и поэтому можно позволять такой способ размножения если ты собираешь семена свои а мы тогда собирали свои опять же сорта ты не соберешь это видовые растения значит ты ограничил и сузил список но первые года три я пользовалась этим а потом нашла партнеров которые мне стали выращивать уже в теплицах уже в производственных масштабах сеянцы многолетних цветов и вот как бы я это если материал черенкуется то я этого многие процессы делаю сама а если это лучше семенное размножение ну например колокольчик арпатский ну конечно семенное размножение а там микроскопические семена поэтому конечно я буду рекомендовать или искать партнеров или заниматься этим тем у кого есть условия для этого так сколько одлевесневших черенков дает один куст я в прошлом эфире говорила так сеянцы черенки расскажите подробнее про сеянцы рябины и липы сеянцы хвойных я вам показала книги и открывать интернет любое пособие этому леснику и так далее всю информацию там найдем не ленитесь есть востребован или сеянцы хвойных культур до востребована в ограниченном количестве есть такой питомник императорский да я вот хоть и сказала не буду рекламировать но я их упомяну вот они как раз занимаются сеянцами хвойных культур ассортимент этих сеянцев маленький я не помню сколько в ассортименте позиции 7 или 8 и добрый день мне сказали что прямой эфир и может сохраняться больше чем один час но я иду на риск не знаю вот я не укладываю сейчас вот и в они успешно выращивают сеянцы хвойных пород продает в сотнях тысяч и как вы видите значит это востребовано а вот если голый если рынок голого корня черенка мультиплатах и сеянцах слабо развит он не слабо развит он мог бы быть развит хорошо я сразу на пол вопроса отвечу просто его нет почему потому что спрос есть а предложений нет поэтому он и развит слабо не не слабо развит может быть есть какой-то подводный камень вот я сразу вам ответила подводный камень есть то что нет производителей нет товара на этом рынке от наших производителей вот это вот и есть подводный камень а рынок может быть очень хорошим и туда заходить сейчас вот самое но с каким минимальным объемом черенков можно обращаться к питомникам на самом деле питомники разные и обращаться можно с любимой с любым объемом если речь будет идти о нашем питомнике то я могу сказать только про себя не могу сказать про других у меня точка отчета полторы тысячи штук одного наименования объясню почему потому что я черенки или сеянцы докупаю на посадку на доращивание в поле у меня самая короткая карта полторы тысячи штук грядка и самая длинная карта это 6000 или 3000 но когда вот эти длинные карты там 3000 я еще иду на то что могу пол карты по пол грядки засадить там 800 штук да она мельчить по 50 штук я этим не пользуюсь вот моя точка отчета такая расскажите подробнее о гостах по посадочному материалу где искать литературу я в прошлом эфире об этом говорила вот тоже я приготовила это у меня старое издание это еще как бы не утвержденная но и сегодня которые утвердили она в принципе мало отличается от этого и на сайте АППМ найдите и посмотрите первое мы можно найти в интернете госты госты даже устаревшие но они существуют но мне очень нравится вот этот АППМовский стандарт здесь есть глоссарий и для тех кто начинает хотя бы иметь основные понятия о растениях можно здесь вот как бы сначала даются азы как должен выглядеть материал и это все описывается да что такой зеленый черенок что такое однолетние привитые что такое хлысты вот прям здесь очень подробно описано молодые неразветвленные деревья до которые можно получать или черенком или семенами вот я могу порекомендовать вам вот такие стандарты следующий вопрос уже по производству как выкапывать крупномеры ой но ребята это не вопрос моему эфиру я можете выкапывать вручную с сохранением кома или если есть посадочная машина то с ее помощью а если нет ну посмотрите как это делают питомники это выкапывают вручную как осуществляется пересадка растений из поля питомника укс в контейнере вот это на этот вопрос вы тоже найдете ответ в нашем аккаунте мне много но немного но как минимум два или три подробных ролика есть в нашем аккаунте просто не поленитесь найдите то есть я там даю один ролик чтобы вам легче искать я даты не помню а когда мы купили новую первую посадочную машину не первую для нас она 2 отечественную я продвигала ребят и я как раз показывала весь подробно подробно процесс как готовится материал на посадку в контейнер вот от момента вот как вы его только взяли в руки первое там у меня есть два ролика и если не три как мы цветы готовим на посадку в контейнер не проблема в питомнии поля мы точно также указ готовим только он маленький мы обязательно полностью обрезаем верхом подрезаем корни высаживаем поле и тоже есть подробный сюжет о нашем аккаунте только мы сажаем на посадочной машине и по моему у меня даже есть где-то как мы вручную сажаем горшки и сегодня я этот прием используем и не сто процентов на машине сажаем машина наша очень хорошо заходят контейнеры два три пять и иногда 7 литров все остальное если 10 литров даже 7 не очень 7 10 и 15 и более литров мы сажаем уже вручную иногда бывает ну подсадка идет какая-то вручную там не товарная партия не хочется запускать машину не вы же запускать машину и за 500 штук тогда тоже где-то мне кажется есть ролик а вот ну и дальше уже идут вопросы фактически технологические как содержать это извините ребята отдельная лекция для того чтобы вам можно было ответить на этот вопрос двух словах не ответишь как удобрять чем кормить как поливать как устанавливать что у вас там в перни в парниках и так далее я уже сказала сегодня на вопросы технологические я не отвечаю и еще я знаете вот тут вот знаете на самом деле вот кажется да как какие проблемы ответить на вопросы иногда засыпают и иногда там где-то обижаются но я хочу сказать вот коллег поймите я выходя в эфир вот кажется да я вот сижу и просто так с вами болтаю но я же готовились я готовлюсь я проверяю какую-то информацию дает эти же книги вам подобрать и даже я искала свои старые презентации и вот на тему презентать нашла очень-очень старую свою одну из первых презентаций а по сеянцам которую я делала в питомнике знаете у меня немножко сел как это называется принтер уже может быть бледно видно но я просто хочу сказать вот кажется да вот вроде бы мы уже много чего знаем но тем не менее я же не день не леню сделать какую-то табличку вот смотрите у меня там был один вопрос как превратить 300 тысяч полтора миллиона вот у меня в этой табличке как раз написано как это сделать что я просто не поленилась вот цвела в одну в одно целое просто мне вам да вот не видно будет я просто скажу как выглядят это эти графы я здесь выбрала растения которые я буду выращивать вот чего я вам говорила начните с конца что будете выращивать вот я озвучиваю свой список боярышник дёрен эрга кизильник пузыреплодник роза морщинистая сирень и снежноягодник выписала вот эти культуры я буду выращивать самосеянцы дальше вот у вас обязательно это вообще в любом любом учебники по лесному хозяйству взяли тут вот все написано средняя масса одной тысячи штук семян в граммах я себе расписала так дёрен 50 грамм весит 1000 семян кизильник это для того что если я буду семена покупать или я если собрала я хотя бы буду понимать сколько я буду получать продукции да там роза морщинистая восемь с половиной грамм тысячу семян весит вот я уже определилась дальше что я еще беру норма высева семян на один квадратный метр в граммах тоже посчитала сколько я планирую посеять квадратных метров из этого расчета я считаю не просто тупо как у меня был один начинающий питомник не помню года два назад когда я сказала что вот пузыреплодник калинолистный можно собрать его полно в насаждениях собрали семян и вырастили там чуть ли не 80 тысяч сеянцев я говорю ребят ну надо же было думать сначала кто у вас их купит сначала найти покупателей на эти 80 тысяч а теперь чего плакать то 80 тысяч куда их деть то есть их можно было найти продать но для этого нужно было подготовиться сначала понять кому они будут продавать потому что отдельно взятый питомник больше чем 30 40 тысяч не купит этих сеянцев это 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 хорошо если 30 40 а так 10 15 поэтому это тоже думайте дальше потребность семян на планируемую площадь в килограммах вот и как бы у меня здесь отмечено что на планируемую мою площадь нужно четыре с половиной килограмма снежно-ягодника или 9,6 килограмма кизильника все я знаю площадь я знаю сколько килограмм я знаю сколько штук а вы не думайте что в этом в этих семенах все сто процентов у вас зайдут поэтому я обожаю считать худшие варианты такие крестьянские если беру кизильник то я беру 50 процентов да то есть выход 50 процентов из 1000 штук я считаю как 500 поэтому и дальше уже пишу сколько какой будет выход ценцев с одного квадратного метра с одного квадратного метра и занимаемую площадь вот здесь я расчет делала на 8 на 0 8 гектаров поэтому то есть у меня не было даже полный гектар под это я делал расчет и вот у меня получилось что ну и точно также свои затраты вот я посчитала что надо мне было денег 324 тысячи но это было было в это с учетом того что части но большую часть семян мы собирали сами я свой труд ну наверное не совсем умею оценивать оценивать и продажную стоимость я оценивала как в среднем 10 рублей а вот и вот уже сразу получается 3 8 миллиона вот так и превратить но просто так вот с неба не свалится нужно к этому обязательно готовится хорошо я позвоню тебе извините вот поэтому вот таким образом я вам советую вот ваш бизнес план делайте крестьянский и еще когда вы начинаете понимать вообще вот некоторые там падают в обморок уго там 15 рублей 20 рублей там стоит черенок на самом деле в европе черенок стоит таких культур как спирея то есть тех культур где не сидят авторские рояльцы я даже могу вам сказать это зависит конечно от мультиплаты а это может быть от 11 до 25 рублей там где нет рояльцев там где сидят рояльцы там уже конечно цена другая вот вам пожалуйста мне иногда купить в европе выгоднее 11 центов стоит сегодня спирея один черенок до мультиплата это которая на 140 ячейка и черенок мультиплат мультиплаты если 80 от 80 до 105 посадочных мест этот черенок уже стоит от 18 центов до 24 центов вот даже 11 центов даже при сегодняшнем курсе даже при сегодняшней логистики мне выгоднее купить в европе если мне не хватит но а я все равно иду по пути поддержки отечественного производителя продолжаю возиться мучиться иногда и иногда переплачивать не иногда чаще всего переплачивать для того чтобы хотя бы поддержать нашего отечественного производителя хотя я говорю уровень цен такой да ну поэтому просто научитесь считать и прежде чем понять как вам выйти с этой ценой на рынок да то есть вы можете вылететь в трубу если вы будете причесывать свой бизнес под рыночную цену до 15 рублей а вот себестоимость получила 2 получилось 20 вот вы тоже сядьте сначала на бумаги рассчитайте как это сделать да можно взять учебники по экономике можно лекции послушать и так далее но меня всегда выручает крестьянский метод я просто беру листочек бумаги и до тошноты переписываю каждый шаг вот в какой-то определенной операции и пытаясь его расценить вот для того чтобы да вот и проще всего кассета стоит 1 рубль не кассета посадочное место вот как купили вымойте плату там 100 ячеек стоит 100 рублей ну чё проще 1 рубль и посадочное место нет проблем но я просто образно вы не думаете что вот прям я вам все говорю что это кассета обязательно стоит 100 рублей нет просто так вот легче раз говорить посчитаете сами вот вы посчитаете рубль но разве она вам рубль и разве вам посадочными рубль обойдется нет я считаю где у меня это кассета я же ее привезла транспорт заплатила я ее соскладировала людей укладывали в сарае люди взяли с полки эту кассету сколько у них занимает времени подать на черенкование до 5 минут 10 минут что они для этого использовали на тракторе подвезли пешком на тележке и так далее и ваша работа когда вы такой сделаете схему вы увидите что у вас многие технологические процессы будут тут но я не знаю на 60 или 70 процентов состоит из этих пресловутых человек часов вы же знаете сколько вы платите рабочим вы можете рассчитать стоимость одного человека часа человека дня человека минуты и чего угодно вы можете рассчитать поэтому поэтому вот считайте знаете вот это потом у меня вошло в привычку любой мой шаг я просто ну как ненормально начинаю считать ага вот черенок мне на этапе обрезки обошелся там 50 копеек черенок когда его воткнули в кассету обошелся рубль здесь вот уход за ним обошлось три рубля и так далее все и как бы у вас не будет проблем и вы будете оценивать если вы не можете войти в рыночную цену тогда сядьте либо подумайте каким образом это сделать либо откажитесь от этого процесса и найдите другой способ который вам поможет выращивать я не знаю сейчас у меня я уже буду заканчивать сегодня я попробую вернуть комментарии у меня так низко телефон стоит этот не могу нажать нет не могу вернуть комментарии значит я комментарии ваши не увидела я надеюсь что я была вам полезной на сегодня я с вами прощаюсь я всем желаю успешного бизнеса всем всем желаю успехов я надеюсь что вы не упустите этот сезон и надеюсь что мои советы каждому из вас хотя бы немножко помогли и хотя бы грабли будут у всех всегда но если вот эти наши с вами общение помогли на хотя бы две-три этих грабли сделать меньше я буду ну ну буду считать что я не зря потратила время а вам всего доброго хорошего дня и всем всем стать акулами империализма я прощаюсь выхожу из эфира и буду пытаться его сохранить